Российский футбольный клуб из города Видно основан в 2020 году. В прошлом сезоне заявился для участия в первенстве профессиональной футбольной лиги. Сейчас команда находится на последнем месте второго дивизиона. В январе наши ребята провели два сбора в Абрау-Дюрсо и еще один в Видном. Менялись задачи, поменялся как бы вектор направления, поменялись задачи, скажем. Ну, надо исправлять ту ситуацию, в которую, скажем, клуб сейчас находится. В этом году состав команды практически полностью обновился. Ребята у нас много есть из Владикавказа, ребята есть из Краснодара, ребята. Поэтому здесь у нас ребята есть сплав опыта. Как бы есть даже футболисты, которые выступали в чемпионатах Латвии, чемпионатах Белоруссии. Ну, поэтому вот они являются, скажем, костяком команды. Домашние встречи клуб проводит на стадионе «Металлург». Именно здесь 4 апреля прошел матч в рамках первого тура второго дивизиона футбольной национальной лиги, в котором видновчане сыграли с молодежной командой «Воронежского факела». В первом тайме команды играли осторожно, забитых голов не было. Во втором Станислав Кретинин на 53-й минуте вывел факел вперед. А на 86-й гости удвоили преимущество. Хозяева поля ответили лишь голо Мустафаева в самом конце встречи. Ну, считаю, раз неудачный результат, значит, виноваты и футболисты, и тренеры. Игра сегодня нам не удалась. Мы, возможно, перегорели, возможно, что-то где-то недонастроились, потому что команда соперника считается молодежным составом. Но, тем не менее, несмотря на все сегодняшние моменты, мы проиграли, поэтому мы очень расстроены и хотим перед болельщиками извиниться, сказать, что будем преть, играть гораздо настойчивее. После этого матча «Металлург Видное» набрал 7 очков и расположился на 8-м месте турнирной таблицы. Следующая игра состоится 11 апреля. Ведновчане встретятся на поле с футболистами из Калуги. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.